всем привет канал ирина цветики продолжаем смотреть приехавшие к нам орхидейки вот тут небольшое видео из обе уже на выходе когда я закончила съемку нашла еще две тележки с орхидейками решила все таки заснять тут мне даже кажется более интересные ну конечно это уже прошедшим но тем не менее как бы уже доказано что орхидеи цветы красота лечит людей и душевный даже физически ну отлично у меня тоже так я на смотрю сижу поверьте тоже живу не радостно букет всего болячек ну как у всех наверно моем возрасте но мы как бы старая гвардия не теряем оптимизма живем подлечиваемся ну и как бы орхидеи в этом плане очень помогают поэтому я и сама смотрю и стараюсь поделиться с вами красотой ну а если у кого-то цветы вызывают отвращение пожалуйста не мучайте себя не смотрите найдите другой сейчас есть что посмотреть в интернете найдите для себя то что вам поможет сохранить душевное равновесие и спокойствие блестит красу . ну чтоб вот прям каких-то сортовых ну вот только что кимоно да и его много и везде девочки написали что нашли все таки кто-то пилорика нашел и бабочку не знаю кимоно нет но я поздравляю еще раз я написал это красотка простые розовые ну как они красивые с удачей поздравляю еще раз ну вот видите у меня нету третьей руки я пищу по порылась бы хорошо мне всегда хочется оставить камеру и как бы как раньше я искала я находила много в сетевых магазинах и бабочки бабулеток и свою белую бабочку нашла тоже в леруа вот просто вот так вот на стеллажах забитыми простыми белыми орхидейками но это было давно правда вот сейчас все реже попадаются тем не менее вот люди находят пожалуйста следующий обзор у меня уценки уценки из леруа мерлин там у меня оборвалось видео ну и как бы длинная уже было поэтому решила показать оценку ну дополнение вот небольшому ролику вот такие оценочки вот и были розовые темные но по одной штучке мне просили для групповой посадки но я взяла беленьких я уже их показывал покупочка это я уже второй раз приехала и смотрю то что осталось ну и опять же вот хорошие какие корни осталось то осталось но вот я думала я одна такая с утра прям с раннего утра приехала но тут оказалось уже целый отряд из любителей орхидей вот мы тут с удовольствием все рассматриваем общаемся вот очень хорошие корни немножко мусорные мультифлорка наверно что нет не мультифлорка темненькая у меня просили но она без уценочного стикера то есть если пойти вот на кассу вам за полную стоимость ее пробьет так вот такие орхидейки белые розовые мультифлоры по 150 рублей но также есть и по 250 и по 300 рублей нужно смотреть вот каждую так что это у нас какая-то мультифлорка засушена вот это мукола мукол кстати было ну немного ну штук пять было наверное я выбрала одну выбирала по корешкам правда корешки хорошие а почему-то вяленько сейчас я ее отпаиваю откармливаю вот ну стандарты за 150 рублей вот такие желтыми листьями ну вот здесь вообще корешки хорошие а это мультифлора какая-то так что выбрать можно было все таки ну повторюсь что выбирали много девочки примерно моего возраста и по и постарше вот очень красивая мультифлора но они сколько я перебрала они все были почти уже гнилые скажем так где то есть корни а розетка сгнила где-то наоборот ну вот по 150 но там уже видно желтизна на шейке то есть все таки смотрите хорошенечко и перед покупкой вот такую я взяла крошку корней нет но я вроде выбрала там все таки были корешки чуть чуть дороже тут непонятно то ли это зелень сухая то ли они уже все сгнили мамба да она тоже эффектная такая пышненькая мультифлорка цветет белая с сиреневым языком так дендробиуме но били но я помню что смотрела по-моему 350 рублей они стоят почему-то тут нет наверное я обрезала часть видео ну потому что попадали другие покупатели что не есть хорошо ну попадали в кадр я имею ввиду потому что тут вращение хаотическое все все пересматривают выбирают беленькие можно еще выбрать вот это даже с бутонами но вот как раз на ней и нету вот этого синенького стикера поэтому вот я взяла одну орхидейку вот темненькую я хотела взять пошла не на кассу ну где сидит сотрудники попросила сделать уценку поскольку она без цветов усохшая стоит в оценке вроде бы ну вот нету на ней это ну я где-то 10 минут на рам прождала простояла там сказала вот эту по-моему я брала видите нету ничего на них уценочного сказала ладно спасибо не надо ничего потому что девочка что-то искала и что-то не находила очень долго чтобы прилепить поэтому я сказал спасибо и пошла сказала я возьму другую ну вот такая мультиплорка ой роз санта роз наверно первую луква закрыта но я купила такую правда чуть дороже где корешки получше а нет вот это тоже за 350 но по-моему у меня другая не корешки лучше их было тоже несколько штук они вообще-то дорогого стенька стояли а вот абсолютно сухенькие хорошие корешки вот мукола тоже видите остатки цветочков ну я давно на них смотрю они стояли еще в продаже но уже были сухие поэтому они тут совсем-совсем уже бедные высохли я скажу я выбрала одну вот тоже с сухими корешками и успешно напоила и она у меня сейчас вот нормальные корешки напитались растолстели такие зелененькие конечно хороший зеленый цвет такой бывает знаете темный вот как как будто она поражена чем-то и вот нет хорошие корни сейчас все они отпаиваются отстаиваются орхидеи вот две такие колясочки да вот тут пришлось обрезать девочки попали в кадр вот дендробиумы белые розовые ну что-то с что-то а вот дендрофаленопсис там девочки купили несколько штучек ну вот белый такой крупненький один цветочек остался но вполне приличное состояние ну конечно все они пересушены а вот я такая вот прошлый раз покупала по 700 рублей думаю ну надо же вот а потом вот зашла с другой стороны вот он по феопедиям 1044 ну я вот как бы взяла орхидейку с отсвевшим пошла там пикнуть проверить цены но оказалось до 1444 рубля как-то поставили их так интересно да вот на первый взгляд вроде по 500 рублей схватили побежал но как всегда много посадочного материала я еще одну вот лилию которая у меня пропала такая розовая с коричневой каемочкой ну и приходите вот выбирайте себе любую а но и присоединяю к этому обзору покупочки суценки но я как раз сегодня выкладываю видео суценки но эти я покупала первый раз когда приезжала беру а вот и даже показала уже маленький который покупала а эти у меня стояли как накормление напоение я выбрала несколько вот он сидим свитшуга кстати первый я забыла показать уже отправила девочки вот вот есть еще свободный анцидиум свитшуга смотрите не стала сильно ковырять вот там уже росточек очень хорошо напоила видите какие бурбочки высохшие листики были совсем попавших буквально несколько дней и он напился хотя вот значит у него есть живые корешки хотя новые корешки растут от новых бурбочку я вот надеюсь вот бурбочка уже проклюнулась ну а вдруг это цветонос я не знаю честно у меня анцидиум не цвели мы тут вот после поения кормления вот тут еще один росточек но наверное он все-таки погибнет я еще думаю отрезать ее или нет это сухостой или уже хозяйка будет разбираться главное что он уже бодрячком листики кверху я думал кому нужен вот анцидиум свитшуга пожалуйста пишите ну вот такая красавица конечно мой хомячок тоже задрожал но она мне всегда нравилось и меня просила я по-моему таня из белореческой танюша посмотрите прекрасная вот она как от появилась корешки какие стали хорошенькие толстенькие были очень засушены и вот подкормила по листу смотрите какие прекрасные листики какая розетка пышненькая и оказалось что это орхидейки вот в краб листики но тут еще после подкормки блестит вроде я хорошо смывала где лучше видно вот на старых листиках видите какому ну у кого другой краб это как у манхэттена вот старые листики с крабом а новые ну видно немножко есть вот видимо никогда им было плохо сколько тут вот совсем слабенько без света но уценки знаете как они хранятся вот даже у него воздушные корешки кверху а я не начали расти смотрите проклюнулись класс и понравился мой уход такая красавица муколы были данные я вот выбрала одну муколку которые более-менее корешочки были правда очень сухие вот просто были такие сухие и листики были у нее вообще вот висели вот этот листик уже тоже кормила по листу вот он уже поднимается а вот этот совсем был плохенький он еще такого-то пятненький но я надеюсь что и он со временем потому что я один раз поила один раз кормила держу чтоб тепленько было и сыренько вот просто вот может надо было заснять корешки какие они были очень хорошо они отошли из сухих веточек превратились полноценные корешочки попили один раз сразу просто нельзя их сильно замачивать я потихонечку так тут у нас рвется на съемку вот какой какие корешки верни и вот она прямо упала мне на руки думала что я забуду снять нет вот такая красотка по моему мамба если кто-то помнит вот прошлом году приезжали они все блюд просто шапкой ну и в этом году по моему они пышненько цветут запаха я не почувствовала спрашивали запаха ли вот тоже самое поила кормила смотрите какая чудесная розетка воздушный корешок так вот воспряну ну а вот тут корни не однозначно вот есть хорошенькие которые попили стали восстанавливать здесь очень засушенные корни и кстати вот одна я смогла выбрать из всех которые более-менее это вот после поения стали проявляться гнилые корешки я думаю их можно будет удалить сделать отверстие горшочки ну а вот эти по моему восстанавливаются ну вот цвет мне не нравится такой темно-зеленый о чем я говорила есть светленький зеленый вот он просто душа радуется на них смотри а вот тут они потемнели ну мамбах да так сейчас как раз сообщение приходите мамбах ну розетка чудесная посмотрите самая пышная всех я думаю она сможет нарастить корешочки новые если в основном погибнут но я думаю там есть и живые корешки ну если никому не понадобится конечно я потом как бы вытащу и старые корешки разберу немножко орхидейки ну пока вот сделала что могла предлагаю вам купите просто чтоб не оставлять их на оценке жалко конечно все орхидейки но и как бы цена нас очень радует любимые такие цены что скрывать ну вот выбрала то что то что думаю что смогу спасти как бы что у них более-менее все хорошо что же им уже пропадать ну пропадут много конечно с этой оценки ну там спасателей много кроме меня вы видели да там обрезала несколько раз потому что операция по спасению очень интенсивно происходит много любителей орхидей набирали много тоже все поэтому я думаю многих сумеем спасти что-то такое еще раз всем спасибо за просмотр канал ирина цветики всем добра и позитива пока пока